Из ливийского плена на свободу вышли двое российских граждан и более 20 граждан Украины. В числе освобожденных и житель Саратовской области Владимир Долгов. Он оказался задержанным в Ливии во время командировки по контракту в 2011 году. Выяснилось, что Владимир вошел в число российских инженеров-нефтяников, которых по станции приняли за боевиков, верных революционеру Муаммару Каддафи. Что рассказал экс-узник в материале нашего корреспондента? Сегодня Владимир Долгов еще не раз обнимется с друзьями и близкими. Три года плена. Он, кажется, только сейчас начал привыкать к нормальной жизни. Получил права. Устроился на работу. Вас поздравить можно? Да, можно. Наливайте. На пороге родного дома Владимира встречает жена. Они долго стоят, взяв друг друга за руки. Таисия Николаевна говорит, теперь он в плену у нее. Никаких заграничных командировок. Короткий поводок. Шаг влево, шаг вправо расстрелил. До сих пор сожалеет о том, что не смог тогда, в 2011-м, отговорить друга от поездки в Ливию и Владимир Тудаков. Я знал, куда он собирался. Отговаривал, правда, да? Почему отговаривали ехать? Вообще, просто, Ближний Восток есть Ближний Восток. Восток дело тонкое вообще. Я даже как-то боялся за него. Три года за Владимира Долгова и других пленников боялась вся страна. Их обвинили в пособничестве режиму Муаммара Каддафи, а потом осудили. Военный трибунал Триполи приговорил россиянина Александра Шадрова к пожизненному сроку. А долгов, как и остальные пленники, получил 10 лет каторги. О заключении ливийский узник говорит осторожно. О том, что били и не кормили по трое суток в полголоса. И одно время даже несколько месяцев вообще на свободу не упускали. То есть дневной свет, ни окон, ничего нету, ни отдушин. Конечно, когда в Зентан первый раз нас перевезли и сказали, вы будете жить, и там у нас как контейнеры были такие домики. Ну, все зарешочено, двери решочные, сверху решетка. Но солнце увидели. Это было, конечно, самое главное для нас, что солнце, свет мы видим. Не сломаться морально за эти три года помогла лишь вера. Вера в то, что на родине их не забыли. О подробностях освобождения Владимир Долгов не рассказывает. Называет это чудом. А еще боится навредить тем пятерым, кто пока еще в ливийском плену. Их освобождение – это уже совсем другая история. Эллада Бжалимова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.